МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ломай меня полностью! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 -"Целый курс был третий, наверное". -"ССС", электроника. Это все ерунда. Хоть у меня одни и тройки на этой сессии, когда был третий курс. Меня зовут Гельмоль Энерик Искакович, родился в Сибае, учился в Сибае, ну еще в Столитамаке, еще в Мурманске немного. В общем, покатался по России в свои годы, в данный момент обучаясь, ну как обучаясь, заканчивая авиационное университет. Ты считаешь, что твой диплом будет продвигать науку вперед? И считаю, что мой диплом ничего не будет продвигать в принципе вперед. Какой Дима? Группа это 57. Мужчина, расскажите, кто вы такой? Молков Андрей Александрович, 1999-го, 90-го года рождения, 14 февраля. Я человек разумный. Вау! Ну, зовут меня Амин Руслан. Учусь в группе РТ-507. Самая замечательная в мире группа, самый дружелюбный коллектив. Я Мурзагинин Вадим Федорович, учусь в авиационном институте, на кафе РТКС, на специальности связь подвижной радиообъекты. На последнем, на пятом. Гори и Ульяна Рената на МКС-525, курс, срок 5 лет. За что вы бываете на Казани? По глупости, по молодости. Я отбываю. За хорошее учение. Я Шевченко Виктор Михайлович, обучаюсь в группе РТ-507, пятый курс. Меня зовут Алина Вадимовна, из клиниса, в кафе РТ-507, группа МКС-520. В России я, певал Файрат Аравимович, студент группы РТ-507. Я Ксения. Ксения и все? Где вы учитесь? Это не странный вопрос. Просто от себя вообще. Букатурный, странный. Меня зовут Абрихманова и Гулина Ресуна. Дальше студентка. Студентка группы РТ-507. Я, что на волосы, ищу мужчин в зрелом состоянии, в денежном вкусе, в рыжих лепестках, которые завести в ровничное блаженство, справедливость, интеллектуальность. Я не сочетаю слова, не сочетаю, не модернизация, не модернизация. Модернизация, потому что даже не любит звуя. На свадьбе. Прекрасно. Скажите... Нет, нет, сейчас еще два вопроса. Это будет на доставке. Скажите. Я Штапунина Ирина Радикова. Я студентка пятого курса. У ГОТУ. Стараюсь, стараюсь, пытаюсь с моими силами закончить. Специально встретилась в связи с вами обещаниями и телевидения. Здравствуйте. Привет, привет, привет. А-а-а. Меня зовут Наташа. Меня, меня, меня. А тебя? Меня Лила зовут. Я студентка пятого курса. Учусь в группе 157. Осталось совсем немножко. Две недели. Две! Две недели до конца. Это не думка бы учебой. Я уже очень хочу быть специалистом. Я уже очень хочу сбежать от сюда. Я уже очень хочу работать. Привчать удовольствие для жизни. А не стареть здесь в полуаркафедры. Меня зовут Худюкова Ксения. Я выпускница группы SPR 512. У-у-у-у. Я обычный, ровный, пацик, казаков Рина. Выпускник кафедры телекоммуникационных систем, а в общем, университета авиационного государства 2012 года. В принципе, веселый, добрый, отзывчивый. Вот. Так себе я всегда говорю с утра. И с этими мыслями ухожу на работу. Я выпускница кафедры ПКС. ПКС. Хорошо. Меня зовут Канонович Иванович. Здравствуйте. Я Ноготков Павел Алексеевич, студент 5 конкурса. Какой группы? Группа МКС. Я на данный момент являюсь студентом, выпускником кафедры телекоммуникации, специалист МКС. Меня зовут Таня. Я выпускница кафедры ТКС. Надо же, как это звучит. Мы студентки. Да. Кафедры ТКС. Мы связисты, точнее. Продолжаем. Продолжаем. Инженеры. Вы выпускница или только поступили? Или в траку не выпускницы? Мы уже 5 лет на этой кафедре, мы очень многое прошли, очень многое испытали. И наконец-то сегодня подойдем. День Икс. Он скоро наступит. Да, и будем отдыхать, оторваться. А я сегодня вписала документы. Вчера у меня была предзащита. И как прошла ваша предзащита? Было эфирично. Я не знаю, что отвечать. Это все скучно. У меня была предзащита. Это было отвратительно. Сим-сим-вич, как всегда, задавал свои вопросы. Я на него смотрела, то... О, что это? Я ничего не понимаю. Сегодня торжественное событие предзащиты дипломных проектов. Ну, или дипломная работа, у кого как. Так что... Все прошли довольно успешно. Сейчас жду Кругмакова, и потом пойду сдаваться Мишкову. Я сегодня пришел на предзащиту. Я должен был предзащититься. Но... Боги решили, что сегодня не мой день. Боги связи. Мне, как и Андрею, Бога сегодня на сети и поставили 30%. Ты такой жирный минус. Сказали, что у тебя нифига нету плаката. Девочка, go on. И можно оставаться до осени. А может, и на следующий год. Да. А еще я пошла в деканат и пыталась включить от себя скампу. О том, что я все-таки работаю и еще и ученица. Мне сказать, кто же был он. Как тебе ощущения? Ох, как сказать. Если бы можно было представить большую, большую, большую жопу, то я бы был вот так уже, наверное, в ней. Но, в принципе, это ничего страшного. Все близится к концу. Деваться нам некуда. Хоть сейчас и тяжело, конечно, но все равно немного печально, что 5 лет прошли. Будет их немного не хватает. Будет не хватать всех людей. И того времени. Счастливым. 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 Да. Много очень важных дел. Например. Пять слов. Например, собеседование. Сегодня ты проходишь собеседование в Нижнете? Предзащита, консультация и так далее. Как она прошла? Отлично. Все было. Шикарно. Написано на 100%. Да. Сегодня я в университете, чтобы пообщаться с народом, который я давно не видел. Ну и заодно, может быть, получилось бы предзащиту про СИН. И как получилось? Спасительно. У нас, можно сказать, второй этап предзащиты. Мы общаемся с нашими замечательными преподавателями. И как вам? Ругают? Хвалят? Будь. Советят. Больше советую. Больше советую. Чем вы сейчас увлекаетесь? Что вы сейчас? Я сижу. Да, это было что-то с чем-то. Больше было страхово, чем все осталось. У меня было одно из самых страшнейших утра этого лета. А лет еще не весны, заканчивающийся. Это было ужасно. Что такое, что произошло? Тартар. Тартар. Сегодня была предзащита. Ну, не то чтобы я расстроилась. Всем-всем очень ударно угорал. Я над ним тоже. Хотя бы здесь я. И ударила лицом грязь. Предзащита. это раз чай попить вот, а в третьих надо будет наконец-то уже согласовать мое название с Антоном Евгеньевичем поставить подпись издательства в 33 место для того, чтобы все закончилось надо взять себя в руки сделать расчеты подловить Ивана Константиновича и сделать затухание в кабеле сказать Иван Константинович я точно знаю, что вы знаете, как это считалось у меня будет счастье какой у нас Иван Константинович неуловимый сегодня у нас предзащита должна быть, я к ней готовилась готовилась и в итоге все, что я готовила я ничего не спросила я отложилась а что спросили? ой, меня спросили про электрическую схему я сказала, что там есть три фазы и на этом все закончилось не сложная схема не сложная схема а там есть три фазы тын-тын-тын я пришел себя показать на людей посмотреть ну и как? посмотреть вообще кто как выглядит кто как изменился я своих одногруппников и людей с потока не видел уже давно сейчас посчитаю давно вот я очень рад всех видеть и я думаю, это достойный аргумент тому почему я пропустил работу вот, потому что с людьми надо поддерживать связь я пришла на предзащиту будете вы уже предзащитились или только отсобираетесь? я защитилась и что у вас были проблемы? какие ощущения? какие ощущения? диплом готовы диплом готовы только на 60% вас лугали говорили награда очень лугалась слушайте у меня нет времени с вами разговаривать давайте, дамы, быстрее вопросики свои я побегу а куда вы торопитесь? тороплюсь на работу сегодня была предзащита прошла успешно я узнал много нового мне поставили 70% в принципе все есть к защите готов уже готов? то есть ты что? еще две недели уже готов можно ничего не делать у тебя уже все прям готово диплом, да? 70% надо только норма контроля ready ready прям отличник перед нами какой-то сидит здесь нормальная сегодня была предзащита мне немножко вынесли мозг столичка вот ну в принципе ничего так в целом все нормально было вас ругали, били ногами? ногами, слава богу, не били вроде синяков нигде нет но ругали очень ругали у нас он была предзащита, да? да, очень серьезная очень сложная мы так старались отвечали вот все, вроде все нормально они разменили вроде все нормально у нас сдадим, да? прорвемся прорвемся вас ругали? да, ругали кузнецов? а мне этот воронков что, отдельно отвели в сторону и ругали, били ну так розками там убивают замечания они вам все-таки дали да? ну слава богу я хочу о чем-нибудь прекрасном разговаривать о чем? давай поговорим о чем-нибудь прекрасном расскажи мне как ты думаешь, почему на улице в этом году так много бабочек? ну, почему на улице так много? я у тебя спрашиваю мне кажется, потому что потеплело очень резко а тебе как кажется? мне тоже так кажется ну это скажется на урожае плохо? а мне кажется, что их сбросили с вертолета чтобы они съели всю капусту это американские задумки специально, чтобы атаковать нас так как упадет мыслей зато у тех, кто диплом пишет там ну, как бы, на агронолога какого-нибудь, конечно все это от капустинеса вот диплом и бабочка да но это такая штучка без чего нельзя здесь есть вконтакте классно ну, по крайней мере, я так понимаю все отлично вообще отлично ты это объяснишь ты же любишь ходить, маленький ребенок, в кино? тем более, в Аймакс да вот так есть зайка есть лисичка в Аймакс любишь ходить? вот тебе и мой диплом кубики, зайки, там, лисички чтобы мультики у тебя дома лучше показывали вот я там кое-что спроектировал чтобы ты мультик смотрел в самом качественном виде и ярко, и просыщенно сочно сочно мой диплом о построении сети два слова сегодня я прочитаю название построение сети ЮМТС в Белевее вот это все, что я могу сказать после диплом в плакатах нет чертежей нет будь он проклят и горит вам да да если ты приедешь в какой-нибудь из городов точнее, не городов, а населенных пунктов Башкирии например вот Карейдель например приехал ты в Карейдель поселилась в какой-нибудь гостинице а там хоп показывают IPTV вот Мой диплом действительно уже был создан, наверное, где-то лет пять назад дневной, конечно, ни кем-то другим он был сфорсирован а называется вообще проектировать по моему快 4 непонятные еще что-то такое. Коробочки. Да, коробочки. И невидимыми какими-то излучениями передает интернет и прочее-прочее-прочее. Это очень сложная задача. Есть коробочка, есть зайчики, допустим. Эта коробочка помогает зайчикам передать. Айти? Да. Две коробочки, между ними еще две коробочки. Они все теменны много-много разными длинными. И кружочком. И кружочком, да? Да. Мой диплом объединяет всю нашу огромную страну и позволяет общаться людям с помощью света. Мне кажется, надо с ней с камерой. Пожарить. Спасибо. А можно без датчиков? Коробка передает другую коробку и готовая, как другая коробка распространяет. И сидят дома в коробке и получают эту информацию. И удивляется от человека. Да, еще пульт. Так. Челкает. У них там разные какие-то появляются. Мой диплом заключается в проектирование. Можно какие-нибудь шуточки? Контента. Тут куда уж точнее. Интернет-телевидение. Интернет-телевидение. Понятно. Как раз таки, если для бабушки. Совсем не серьезно. Ну, в общем, короче, я разрабатываю фрактальные антенны. Фрактальные такие штучки, которые, короче, состоят сами из себя. То есть, если увеличить масштаб, то ничего не изменится. Это такие самоподобные структурки, в общем. Вот. И если их применить в качестве антенок, то можно получить совершенно новый класс антенок, который, возможно, будет применять совершенно новых каких-то технологий. Без всяких там ваших умных словечек. То есть, ответ на то, что я не знаю, о чем вы дипломите, не принимаете. Принимаете. Вполне такой хороший ответ. Это очень необходимый всем, в частности, мне программ. Непонятно чему. Мне там нравится слово «водный знак». Я сразу представляю деньги. Я чувствую, что моя программа принесет мне много денег. Хотя я совершенно не вырубаюсь, что там речь. Но она определенно стоит у спреложных усилий. Мой диплом убойный. Он порвет всех на защите. Он на предзащите чуть не порвал. Просто мне хватило моего напора. А так я модернизирую систему мониторинга бурения скважин. То есть, все слышали про скважины? Когда их бурят, вот только еще бурят, там обязательно нужно контролировать все параметры. Не дай бог, бур уйдет вправо или влево. А может, он там сломается. Нужно эти все данные передавать на станцию ТТИ. Я же что делаю? Я вот эти провода все заменяю на беспроводную технологию земли. Мой диплом. Вот смотрите. Вот у нас, расскажу это как будто бы китайскую притчу. У нас перед нами лежит большая, ну, течет река, ручей. Мы не можем никак перейти по этому ручью. Но у нас есть восемь прекрасных кубиков. Если мы эти восемь прекрасных кубиков поставим в ряд с этой стороны берега и с той стороны берега, и перекинем через них мост, то по этому мосту можно спокойно перейти через этот ручей. Вот о чем мы говорим. Китайские кубики. Китайская притча? Нет, надо это сделать красиво. Да, жил-был мальчик по имени Хуан Хэй. Он очень любил свою девушку Сень Йон Бун. Но она жила... Но она жила на другой стороне реки. И когда они ночью встретились и поставили кубики с одной стороны берега... Китайские кубики разослались тропинкой. Как-нибудь вот так. Да. Чешеша. Дорога любви пролилась через реку Ши. И два влюбленных сердца встретились на мосту любви. И слились в экстазе. И все это называется... И все это называется... Студентом. Хаматханова Наталья Борисовна. Как она прокладывает студента в Пелиавы. Через реку Ши. Чтобы влюбленные сердца. В данном случае Наташа так заболевала Павловское водохранилище. Рекаши. Там, короче, такие проводки, проводки, проводки. Их так много, но они все работают. Когда к ним подходишь, когда диплом рассказываешь, у студентов все работает. А как на практике-то что-то не идет, да? А когда на практике говоришь, это не предусмотрено данным дипломом, и все будет в разработке. А почему не предусмотрено? А потому что мой дипломный руководитель такой задание мне не выдавал. Все валим на Воронкова Григория Сергеевича. Да, все валим на Воронкова Григория Сергеевича. Даже если он не наш руководитель. Это все Воронков! Это все он! Да, две коробочки между ними, одна проволочка. Можно так сказать. Прокладывается кабель, и все. И по ним бегут электрончики. О том, как в компании заработать много денег, вкладывая не такое большое количество денег. Об этом мечтают все. Об этом мечтают все, и в этом суть моего тепла. Наконец-то нам расскажут, как это сделать. Вот одна коробочка, вот вторая коробочка. Здесь живут мышки белые. Между коробочками у нас труба полиэтилена, например. То есть одна мышка может перебежать из одной коробки в другую. Но мы в другую коробку вместили еще мышей. Жирных. Жирных. Нет, не таких же мышей. И одной трубы им уже не хватает, чтобы с одной коробки в другую перебежать. Поэтому надо поставить большее количество труб. То есть увеличить пропускную способность. Вот так. Мой диплом, его фишка состоит в том, чтобы одна мышка могла позвонить другой мышке, которая находится в другом городе. Но при этом, чтобы у обоих мышек не было очень больших затратов на то, чтобы позвонить друг к другу. Большие затраты. А как это сделать? Да, нужно очень хорошие. А как это сделать? Ну, есть специальное устройство, которое ставится между двумя мышками. Между этими мышками также прокладываются трубы, чтобы они могли друг к дружке позвонить. Это устройство значительно экономит финансы обоих мышек. Только трубу бы найти. Проложить. Ну, трубу это уже занимается вот Рузель. Он занимается трубой, а я занимаюсь устройством, которое экономит деньги для обоих мышек. Вы в тандеме работаете? Ну, почти. Коэмератив. Семья мышек. Семья мышек. Вот есть маленький, допустим, шарик. Вот. И есть несколько маленьких кубиков. И мне нужно их как-то соединить так, чтобы они были вместе. И чтобы мячик мог подтолкнуть кубик. Вот. Ну, мячик это у меня получается коммутатор с отживой мой. Это сервинг гет-уэй. И кубики это мои базы. Надь, когда ребенок не поймет. Лиля не поняла, значит. Нет, это наоборот. Я не поняла. Шарики и кубики. Что не понятно? Все понятно, да. С отживой гет-уэй это уже для нас, да? Нет, ну нет, это даже не для меня. Ваш мячик должен так толкнуть кубики, да? Чтобы они задели человечка. Другого. Маленького человечка, другого пятилетнего ребеночка. А дети не знают про телефон, да? Не узнают. Кстати, сейчас дети знают все. Телефон, кстати, они и с интернета пользуются лучше, чем мы. Они про Huawei все расскажут. Ну и про Ericsson и все. А у тебя врача? А? У тебя. Я думаю, что ребенок знает, что такое телефон. И можно ему сказать, что, предположим, у его мамы, предположим, и он, чтобы с ним связаться, со своей мамой, чтобы поговорить, вот я делаю так, чтобы он мог поговорить со своей мамой. Просто взять телефон и поговорить. А без тебя он не может поговорить. Без меня он не сможет поговорить. Просто вообще не каждый. Ты проводок тянешь между ними? Да. Такой невидимый проводок. Как проводный. Есть же птички сидят на этом. Видели? На проводке. Сидят птички на проводе, и рядом сидит птичка просто в воздухе. Я без проводной технологии. Вау, ты птичка, которая сидит на воздухе. А, это практически. Да, практически. Энжи, расскажи, пожалуйста, кем ты хочешь стать, когда вырастешь, милиционером, если ты птичешь или врачом. А то это три варианта. Нет, свой вариант тоже возможен. Я бы хотела путешествовать и сниматься на канале Моя Планета. Ходить вблизи, ловить рыбу руками. И бабочек. И бабочек. И лягушечек. И лягушечек. Бабочкам со мной не страшно. Проводить уринотерапию. Энжи. Нет, на этом канале такого нет. Нет там, да? Через пять лет... Я вижу себя знаменитой личностью выйдет замуж за олигархом. К любви? За олигарх вообще-то к любви не выходит. Ты что? Связистом? Нет, вряд ли связистом. Ну, точно не связистом. Вот, разу, связи не пойду. Связистом быть не кошерно. А кем ты хотел быть? Стоматологом? Конечно, у меня же медицинское образование есть. Через пять лет. Трудно сказать. Кем? В смысле профессии? Да. Ты там какие-то варианты же давал? Стоматолог, милиционер, медсестра, стриптизерша. Милиционер. Милиционер, стриптизерша. Что? Кем ты видишь себя через пять лет? Натурал. Начальнику моего дела тогда, чтобы понять, Анет. Это уже доказание. Ура! Так мило! Геем. Ну, точно не связистом. Слава Богу. Только в нефтяной компании и все. Водительный нефтебензиновозов. Нефтебензиновозов. Думаю, что каким-нибудь небольшим начальником хотя бы. Начальником таким, да? Да, хотя бы каким-нибудь маленьким бугорком. Ну вот, очень хочу в Казань. Там сейчас очень много работаем, у Фанэси. Планирую пока туда. А в Амстердам не хочешь? Неплохо было бы. А в Роттердам. А еще куда? У меня мечта, конечно, объездить всю Европу, пока мне еще 30 не стукануло. Пока еще не женился. Вот. Объездить в Европу, в общем, повидать мир. Я не знаю, у меня нет таких дальнейших планов. Качком. Надеюсь, что все будет лучше. Сейчас, ну, на какой-нибудь яхте хочу себя видеть. Яхте? Яхте. На Лазурном берегу. Отлично, вообще. Вот берега, она на яхте. Ну, ясно. Никогда не так. Смогите, женщине, слезть с борта. Ой. Трудный вопрос, конечно, через 5 лет, наверное, у меня трое детей. Буду нянчиться. Так, отцом вижу. В принципе, вижу себя неплохим инженером. Раз, но ты еще, ну, не знаю. Пока что, что мне здесь. Пока что, в данный момент, надо сдать диплом. Существует. Попробуйте, куда больше ты? Не знаю. Ну, давай, милиционер, медсестра. Космонавка не актуальна уже, да? Медсестра, да? Батун, да. Инженер балерин готовит. Короче, ты решила стать балериной, да, Ксюшка? Да. Ты же танцуешь? 5 лет пока туда. Вот такая вот странная у нас Ксюша. Ну, как у меня можно это спрашивать? Я же девушка. У меня все меняется каждые, я не знаю, 5 секунд. 2 недели. Ну, как минимум, космонавт. Как минимум, космонавт, да. Я уже решила, что. Просто без космонавта никуда. Тут давно все известно, на мой взгляд. Господи, он же предпрестолов наследие. Англия, она зовет меня, ждет. Как бы я туда настраиваюсь. Вот я сегодня не одела свой значок с английским флагом. Но знаете, что этот принц... Хотя, ну, Господи, вот этот принц, он спорится с Хью Джекманом. Если Хью Джекман его повередит, я, пожалуй, стану женой заслуженной Хью Джекманом. Возможно, даже буду подрабатывать связистом или шпионом в США. В какой-то австралийской колонии. Ну, Англия, я не знаю, корона, она... Вот ваши ближайшие планы, да? Да. Я всегда хотела быть продавщицей. Это мне так нравилось. В детстве я очень сильно любила нарезать бумажек или старые деньги. Сидела, продавала конфеты, печенье. А сейчас я понимаю, что когда вырасту, хочу заниматься, например, тем, что делаю сейчас. Либо сидеть перед камерой, либо стоять за ней. Когда вырасту, у меня есть несколько вариантов, чем не оставь. Либо жена олигарха. Обожаю сидеть, ничего не делать, плевать в потолок. А, еще тратить деньги, ходить по магазинам, все время, чтобы купать. Вот. Либо я стану, ну, как-то, может быть, это в стиле съемок. Либо я сама как-нибудь организую свой какой-нибудь супер-мега телевизионную шарашку. Все-таки дипломки я уже пишу, я знаю, какие там железки нужны. Ну, либо я стану милиционером. Ого. Вот, вот такая вот. Вот, последняя очень интересная. Это я вам расскажу про свой диплом. Тем более, что милиции уже нет. Ну, да. Наташа милиционер, первый и последний. Последний милиционер по вселенной. Я хочу стать большим-большим начальником. Можем быть. А может, я не хочу. Зачем тебе это нужно? Нет, мне не нужно. Я придумала, я не хочу. Я хочу просто работать, чтобы мне было очень интересно. Чтобы моя работа меня не напрягала. Чтобы у меня был хороший классный коллектив. Прямо как у нас в группе, вообще на потоке. Ну, так-то в целом я вырос. Все в женском роде. Вот, ну вообще, на самом деле, да, хотелось бы, чтобы работа была по душе. Вот, это самое главное, я считаю. Чтобы всегда, на самом деле, человек чувствовал себя в коллективе, вообще на работе, так же, как дома, в семье. Ну, чтобы его труд оплачивался достойно. Ну, и, не знаю, карьерный рост был человек. Я хочу стать связистом. Будете продавать симки? Нет. А в чем именно выражается желание стать симки? Буду, не знаю, делать проекты какие-нибудь для каких-нибудь проектов. Правда? Да. Проботите мир? Ну, наверное, да. Куда дальше-то расти? Куда вырасти? Сорокалей. Я хочу стать успешным пенсионером. Сразу. Ну, в будущем. Не все так сразу, вы же сами понимаете. Диплом, конечно, должен. Согреть какую-то музыку на цель. Хочу счастливую старость, да. Хочу домик на берегу моря. Хочу жить в Монако? Ну, или в Монако, или в Майами. Я не знаю. Ну, где лучше пенсионерам? Кстати, в Амстердаме пособие безработицы 200 евро. Представляете? Если вы не работаете... 200, 1000 евро. А ну, 1000 евро. Вот и она лучше знает, она была в Амстердаме. Снимите ее тоже. Снимите ее немедленно. Так, 1000 евро. Вот представляете себе, вы можете не работать, жить на пенсии и просто путешествовать, не знаю, там, покупать дорогие машины. Все, мы решаем, что мы будем. Защищать диплом, лечу в Амстердам. Когда вырастешь? Милиционеры, стриптизерши. Или там, наездники. Космонавты. У нас есть один космонавт. И на какую планету ты полетишь первым делом? На Ибиру. Отлично, на Ибиру. Это самый лучший порыв. Я думал, трудогательство. Нет, так абонент, наверное, нет. Куда-нибудь. На Марс? Ближайшая станция. Чего бы нет? Пропускная способность нам теперь покорена. Потом поедем. Что-то профессия космонавта, это шутка, конечно. По специальности инженером хочу быть. Симки будешь продавать? Симки продавец продает. А я где он? А с визит? Да. Это звучит гордо. Конечно, хочется работать по специальности. Но это если серьезно, да? Быть связистом. Но вообще, не знаю, как получится оно там. Но по специальности хотелось бы работать. Медсестра, да? Ну, медсестра, это как бы уж совсем не мое. Жалко людей. То есть, как... Да. Если родина прикажет, Анна ответит «да». Да. Если вдруг случится, то да. Пойду, конечно, к радистской кэт. Мало ли что там может произойти. Ну... Военная специальность. Буду крутить вот эти штуки. Я забыла, как называется. Моталка. Да, моталка. Если война. А так, по специальности. Мы уже выросли, Наташа. Клупости. Ну, я хочу замуж. Не, ну не зря же мы учимся на кафедре связистов. Тут у нас спутники запускаются. Мне когда спрашивали, а кем ты хочешь стать, там, где ты учишься, я всегда говорила, на кафедре связистов. Мы запускаем спутники в космос. Вот. Вот. И я так думаю, что, наверное, все-таки какой-нибудь спутник мы запустим все-таки. То есть, космонавтами. Своими силами. Ну, можно и космонавтам. Ты хочешь, да? Почему бы нет? Ничего себе. Я хочу замуж. Я хочу. Серьезно, все-таки. Я не хочу работать, я хочу замуж. У меня все будет хорошо в моей жизни. Я тоже так ответила. Потому что получилось, и все было клево, мне понравилось, спасибо. Но мне это не надо. Девушке надо образование просто. Ну, когда мы с Русланом врезались в рено-лога, и у Руслана после этого была небольшая дырка на бампере, а потом мы поехали починить его машину и кушали сосисочки с кефиром. А, не, булочка с кефиром. Это где-то было на третьем курсе. Мы с Ириком, там еще был Наиль, еще был Шамиль. Поехали в Сипаилово. Как это называется там? А, пляжный волейбол. Пляж был на Кашкадане. На Кашкадане, да. Поехали. На Кашкадане. Поиграть в пляжный волейбол, в общем, во время игры. У меня там порвали штаны. Бегал все время в плавках, потом еще зашли в бильят поиграть. Я тоже буду все время в плавках. Потом сели в такси. Я беспалево, как-то меня закрывали там все. Потом я выбегал из этого такси к Ирику. Ладно, у меня были там шорты с собой, которые я забыл. Стринги. У Ирика. Я думала то, что ты встретил жену свою будущую здесь. Ты это расскажешь. Ну, плавки так плавки. Окей. Это не знаю. Следующий вопрос. Когда мы курили. Мы не в сетите. О, где конкретно место в Риме? Надеюсь, это не покажет потом. Не, не, никто не покажет. Ты че? Не, на самом деле так было ничего. Зашель мне брови. Да, кстати, там было еще это. После истории Андрея я не слышал, поскольку был уже в говно и лежал спал. Когда Рузиль просил, у него была разбита бровь, он спрашивал, есть ли у тебя нитки, и пришей мне бровь ко лбу, поскольку я ничего не вижу. Ну, это было смешно. Много ярких. Наверное, самое, если нам все-таки самое весело, это первый курс. И самое такое яркое впечатление, когда мы на первом курсе, не зная о том, что у нас в Иверии существует группа режима, пили шампанское на лабораторе в первом корпусе. Самое яркое то, что, наверное, я учился в этом мобильнике, в такой клубной группе, как наша. Как мы отдыхали все вместе. И еще. Много, но всех на тысячи есть. Я думаю, самое яркое впечатление, то, что ты жену свою встретил здесь. Да. Ну, не здесь, на море. Ну, в университете. Ну, это да. Университет же тебе помог. Да, да, да. Какое у тебя самое яркое впечатление за пять лет? Самое яркое впечатление. Ну, что все больше всего запомнили? Все эти пьянкие гулянки, которые у нас были. Пусть их было мало, но они все-таки запомнили больше, чем все, что было здесь. Ну, и как сдавали? Смяюсь, наверное. Смяюсь. Смяюсь, я сдал с четвертого раза в апреле, помню. Как Руслана почти очистили. Вот это все я запомнил. Это был третий курс, помню, да, я второй? Виноваталия, 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 что люблю. Ну, дальше. Виноваталия, что мой голос дрожал, когда пела я песню ему. Давай еще раз сначала. Радио-волна, радио-волна, радио-волнует за тебя, да, да, да. Прощай со всех вокзалов, поезда уходят в дальние края. Прощай, 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 прощай. Мы расстаемся навсегда. Под белым снегом января, что-то там, не помню. Две строчки, все, я бы помню. Этот город самый лучший город на земле. Он как будто нарисован мелом на стене. Нарисованы бульвары, реки и мосты. Ярко-желтые трамваи, белые бонты. Радио-волна, радио-волна. specs. Пvesак. Поехали. Радио-волна. 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 Радио-вол окр Eisenhower. Р universo. Радио- felicителя. Радио- reproduения.